Сусек, забранный досками в виде неподвижного ларя места в амбаре житницы, предназначена для ссыпки зерна или хранения муки, закладки овощей т.д. Дно сусека делается горизонтальным или наклоном к выпуску. Картофель и овощи в хранилищах между досками оставляется пространство для циркуляции воздуха вокруг хранимого продукта. Даль считал словом восточного происхождения, в то время как многие другие составители словарей либо не имели таких данных, либо указывали на наличие аналогичных слов у других славянских народов, например, польская сосиек с аналогичным значением. Рязанцы сусеком называли чанкой для хранения зерна, большей частью цельной дуплянки и слипового пня. Слово «закром» образовано от глагола «закромите», «градить», «кромите» возникло на основе существительного крома, «край», родственные слова, кромка, укромной пословицей, поговорки, полны сусеки, богатый мужик по сусеку глядя месяц квашню, Калий поле зимой гладко и в сусеке будет гладко, только то есть в сусеке, что мыши нагадили, не той хлеб, что на поле, а то хлеб, что в сусеке, в сусек не пойдет, а в брюхо пойдет, съедят. Июнь в «закрома» дунь нет лежит, а по углам забыто, будешь упорно трудиться, будет хлеб в «закромах» водиться, больше снега на полях, больше хлеба в «закромах», сугробы снега на полях, урожай зерна в «закромах», январский холод наполняет «закрома», Апрельские ветры в «закрома» дуют, что в апреле зародится, в июне-июле расцветет, созреет, а в августе в «закрома» и амбары схоронятся, в долгую зиму дотла подберется, не верь гречихе в цвету, а верь в «закрому» заложить в «закрома» родины.